Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок! Я Тамара Рябцева, кандидат сельскохозяйственных наук. Мы сегодня с вами поговорим о том, что можно сделать с кустами смородины после съема урожая. Вот вы видите, это ранний сорт, ютрборгская, смородины красной. Урожай собран. Это молодой кустик. В этом году, практически в прошлом году были первые сигнальные грозди, в этом году первое значимое урожай. То есть с этого кустика была собрана трехлитровая вздерка, полная трехлитровая ведерко. И вот внизу пару кисточек, такие тогда были недозревшие, собрала я неделю назад уже урожай. И что с этими кустами можно сделать? Как можно подкормить даже тогда, когда у вас нет навоза? Если есть перепревший навоз, компост, пожалуйста, добавляйте перепревший навоз и компост. Но если у вас этого нету, то органика это то, что нужно растениям всегда. Потому что мы говорим о макроэлементах, о микроэлементах, но мы никогда не говорим о мегаэлементах. А что такое мегаэлементы? Это у нас углерод, водород и кислород. Они в априори входят в состав всего живой органики. И если вы помните со школы, мы говорим о том, что на земле углеводородная жизнь. Вот поэтому по поводу, значит, все растения обязательно нуждаются в органическом субстрате. И чем больше его будет, тем лучше. И если у вас ничего нету, но где-то есть сполотая высохшая трава, где-то есть какое-то сено, если есть солома, пожалуйста, добавляйте это. Вы знаете, что в это время приблизительно начинается окулировка плодовых культур. И для того, чтобы не повредить корневую систему глобально, вот если мы четыре стороны обозначим у куста, то вот только возле кроны куста, по ее краю, мы выкапываем такую ямочку и в нее заполняем, значит, субстрат органический. Я повторюсь еще раз, что это может быть и навоз, и компост, и это, конечно, лучше перепревшее только. Но если ничего нет, то сено и солома. И тогда, значит, небольшое количество земли присыпали, внесли, вот мы вносили и органоминеральное удобрение, и, значит, суперфосфат, и сульфат аммония, внесли, засыпали землей, полили, чтобы это все начало действовать потихонечку. Значит, можно использовать также восстановители почвы. Вот у меня вот такой вот экономный, вот видите, что на тысячу литров разведение. То есть, одна столовая ложка вот этого препарата на 10 литров воды, очень удобно пользоваться. И вот такой активатор почвы Эрит Гроу. Вот об этом активаторе почвы я вообще хочу сказать. Это то, что я на практике испытала очень много раз, познакомилась с ними совершенно случайно, когда-то брала интервью. Это космическая разработка. Это препарат, который поставляется в Арабские Эмираты. То есть, это та субстанция, благодаря которой в Саудовской Аравии, по сути дела, в пустынях активировали почвы, и стало возможно возделывание растений. Я убедилась, когда построила квартиру и разбила клумбу возле дома. И, ну, понимаете, что там строительный мусор, хотя там немножко вносила органику, то, что было, имелось в наличии, там 8 мешков компоста у меня было. Но, тем не менее, первый год росло плохо. Пока я в ботаническом саду случайно, там, значит, есть магазинчик, центральный ботанический сад Минска, значит, и Белоруссия, не купила вот этот препарат. Я развела, полила и, ну, в общем-то, увидела, все активировалось очень быстро. То есть, это на глазах метаморфозы произошли. И многие, скажем, соседи у меня спрашивали, чем же я обрабатываю, что такие красивые цветы. Ну, вот это вот активатор почвы, чтобы вы как бы знали об этом. Потом, опять-таки, вы сейчас можете обрабатывать, некорневые обработки делать, потому что сейчас растение будет готовиться к периоду покоя, да. И сейчас лист активен, он все прекрасно через некорневую подкормку тоже все всасывается. Про некорневую подкормку, я всегда повторяю, делается это вечером, чтобы были более такие сниженные температуры, и чтобы как можно дольше удерживалась жидкая фаза. И факелом мы обрабатываем всегда с нижней стороны листа, потому что усвоение у нас идет в основном через чечевички. Так, значит, что еще можно вносить, можно и нужно, это бор. Потому что, ну, в Беларуси во всей не хватает бора и цинка, поэтому бор и цинк, хилатные удобрения вы запросто можете вносить. Не суть важно, какой там препарат, да. Главное, чтобы это был действенный препарат. Хилатные удобрения или наноудобрения – это то, что по листу очень хорошо всасывается. Есть водорастворимые удобрения, другие формы, но которые через лист. Вот если написано, что оно предназначено для внекорневых обработок, пожалуйста, обрабатывайте. И, опять-таки, можно поливать этими же препаратами, но поливать под корень, но разведение тогда должно быть на порядок выше, да. А так то же самое всеми этими препаратами можно обрабатывать. И вот если, допустим, у вас растение стрессует, да, вот вы можете даже несколько увидеть, что немножечко окраска листьев, особенно нижних, такая, ну, побледнее. Почему это случилось? У нас практически три недели шли дожди. Высокий промывной режим для азота. Азот вымылся, и старые листья показывают, что азота не хватает. Но сейчас мы в этот период времени не можем, после 15 июля азотные удобрения не вносятся. Но у нас есть различные аминокислотные. У меня в арсенале есть этот препарат, но это, опять-таки, не суть важная. Есть аминокислотные препараты, любые другие. Есть гуминовые кислоты с аминовыми кислотами. Пожалуйста, вот этими препаратами обрабатывайте. Это аминокислоты, они непосредственно всасываются через некорневую подкормку и поддерживают растение вот в эти экстремальные варианты. Это может применяться и при засухах. Единственное только, что при высоких температурах не рекомендуется никакие обработки. Когда очень жарко и сухо, тогда, в общем-то, еще вопрос. Но если какая-то есть такая временная фаза, когда это можно внести, то все-таки растение будет меньше переживать этот стресс. После дождей вот таких вот затяжных, проливных, тоже хорошо. Это помогает растениям отстраиваться. Мало того, есть еще и аминокислоты, и, например, препарат фитовитал. Они, значит, несколько уменьшают норму расхода препаратов. Ну а сейчас самое главное, вот у меня вкус так здоровый, без поражений листовой поверхности. Но вот посмотрите на лист розы. На розе видна пятнистость. Вот если у вас есть какие-то наличия пятнистости, то, естественно, показаны фунгицидные обработки. И фунгицидами нужно работать, и за состоянием здоровья нужно следить, и особенно тщательно. И чтобы вы понимали хорошо, что разовые обработки – это не вариант в случае фунгицидов. Инсектицидами можно работать по факту появления вредителя. А вот что касается фунгицидов, фунгицидам нужно работать системно. Даже системное внесение фунгицидов не помогает, потому что я обрабатывала так, как и плодовые культуры, также я обрабатывала розу. Но вот пока у нас шли дожди, вот, пожалуйста, роза у нас повредилась. Поэтому, чтобы этого не было, системные обработки каждые 4-14 дней в зависимости от погодных условий и от применяемых препаратов. Ну вот, собственно говоря, у меня на этом всё. Я желаю вам хороших урожаев и всего наилучшего вам. До свидания. С вами была Тамара Ляпцева.